Всем респект, я Таня и это Мега Тех Новости. Чем больше окунаешься в обзоры новой видеокарты от Nvidia, тем больше понимаешь, что GeForce GTX 680 это переработанная версия Radeon HD 7970. Разгон чуть лучше, производительность чуть лучше при чуть менее шумной работе, 256 битной шине и экономных 2 гигабайтах GDDR5. Наконец-то стали догонять AMD в плане многомониторности, GTX 680 поддерживает совместную работу на 4 мониторах, пусть и не 6, как у любого из Radeon последних линеек, но уже хорошо. При этом и цена ниже 500 баксов или 14 650 рублей. Правда наши барыги, пользуясь тотальным дефицитом, поднимут цену выше 17 000 рублей. В общем Nvidia пока решила удержать трон малой кровью, из всех новых фишек предоставив только экономный режим сглаживания, при котором картинка как у 16-кратного сглаживания, а ресурсы тратятся как на двухкратные. Но на наш взгляд зеленые пока проигрывают. Прошло ведь более трех месяцев со дня появления Radeon HD 7970. Тем временем на рынок спускается целая армия GTX 680 от таких вендоров, как Asus, Galaxy, MSI, PNY, Zotec, Gigabyte, Club 3D, Gainward и других. Inno 3D также по традиции готовит вариант GeForce GTX 680 с системой водяного охлаждения. Но и на этот раз представлен Accelerator Hybrid производства Arctic, которое совмещает в себе воздушный кулер и водоблок. С помощью воды охлаждается и лишь видеопроцессор, а радиатор с вентилятором отводит тепло от микросхем памяти и регуляторов напряжения. EVGA выпустила сразу пять вариантов видеокарты GeForce GTX 680. Intro, SuperClocked, FTW, Classified и HydroCopy. Это соответственно референс, разогнанный референс охлаждающей пластины на обратной стороне печатной платы, разогнанная карта собственным кулером, рекордный Classified и вариант с водоблоком, заказанным у фирмы Swiftec. Аквакомпьютер на своих станках уже разработала водоблок Aquagraphics GTX 680. Водоблок, выполненный из меди, покрывает практически всю лицевую поверхность печатной платы, охватывая области GPU, микросхем памяти и регуляторов напряжения. Серебристая крышка водоблока выполнена из алюминия. Съемная конструкция фитингов позволяет включить в контур системы жидкостного охлаждения как одиночную 3D-карту, так и объединить несколько ускорителей в конфигурацию SLI. Но главной сенсацией станут подробности, связанные с предстоящим флагманским решением от компании NVIDIA. Видеоядро GTX 780 будет на 87% больше, чем у GTX 680. Чип сможет похвастать 2-2,5 тысячи ядер CUDA против 1536 ядер у GTX 680 и 512-битной шиной. В общем, NVIDIA зададут перца, но лишь к концу этого года. Корпорация Samsung объявила о запуске всероссийского проекта студия Samsung Galaxy Note. В рамках проекта в торговых центрах крупнейших городов России было размещено около 50 специально оборудованных студий, где посетители будут ожидать художники-карикатуристы. Студии открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Краснодаре, Челябинске, Казани, Самаре, Волгограде и Ростове-на-Дону. Профессиональные художники нарисуют шаржи на каждого гостя, используя вместо холста и кисти смартфон Samsung Galaxy Note с электронной ручкой S-Pen. После завершения работы художник отправит его на e-mail, либо шарж можно распечатать на цветном принтере Samsung, установленном в студии. Спешите сделать портрет себе и любимым. Samsung вообще активно продвигает тему ретуши и мазюканья на Android-смартфонах. В Android 4.0 вы найдете новые фишки под S-Pen. В премиальный набор Premium Suite включены такие приложения, как Shape Match и Formula Match, которые помогают и оцифровывать геометрические фигуры, и даже решить математические формулы, написанные от руки с помощью S-Pen. С его же помощью можно рисовать таблицы и сетки, которые тоже мгновенно оцифровываются, гномя тем самым время и усилия. Столичный Мегафон продолжает развивать проект по обеспечению бесплатного Wi-Fi в наземном общественном транспорте. Несколько дней назад пассажир маршрутов номер 425 «Софрино-Москва» и номер 317 «Красноармейск-Москва» получили возможность бесплатного выхода в интернет по технологии Wi-Fi во время поездки. Скорость передачи данных может достигать 7,2 Мбит в секунду. Компания Toshiba провела в Германии на мероприятии Toshiba World 2012 презентацию планшета AT330. Пользователя порадуют крупный, практически ноутбучный 13,3-дюймовый сенсорный экран, 4-ядерный процессор NVIDIA Tegra 3, 5-мегапиксельные камеры и TV-тюнер с раздвижной антенной, способны принимать цифровое телевидение где угодно, если в вашем городе оно есть. О цене и появлении в продаже пока говорить рано. Студия Godain Entertainment анонсировала ПК-версию слэшера Blades of Time. В сопровождении верного друга Зеро и отряда небесных стражей, девушка Мишель спешит на помощь Аюми в Храм Драконов. Но Шаттл терпит крушение и весь отряд оказывается посреди мрачного болота, окруженный кровожадными тварями хаоса. Спасательная миссия неожиданно превращается в ожесточенную схватку за выживание. Заметим, что Blades of Time является чуть ли не единственной отечественной игрой для консолей PlayStation 3 и Xbox 360, которая заслуживает быть оцененной на уровне западных проектов. Если вы до сих пор с ней не встречались, то будет шанс пройти версию для ПК. По мнению весьма значительного числа пользователей, смартфоны от Nokia имеют один явный недостаток – не та операционная система. Однако, энтузиасты из группы NeatDroid продемонстрировали порт системы Android 4.0 на смартфон Nokia N9. Альфа-релиз прошивки под названием Project Mayhem уже демонстрируется. В нем уже реализованы все наиболее важные возможности аппарата, который вместо Mi Go получил об систему Android 4.0.3. Обеспечена работа сенсорного экрана, спящий режим, регулировка контрастности и ориентация функционируют, но акселерометр требует доработки. Функционируют и три сенсорные кнопки внизу экрана. Обеспечивается воспроизведение видео с YouTube, работа USB и Bluetooth. В общем, парни сделают то, что не сделали неторопливые финские инженеры Nokia. А на сегодня это все. Спонсор...